А вот здесь показан позвоночник. Что такое наш позвоночный столб? Это сложное анатомо-функциональное сооружение. Здесь давайте сделаем оговорки. Человек в настоящее время развития нашей планеты это единственное прямоходящее существо. Дальше. Наш человеческий организм это биомеханическая система. Об этом почему-то тоже многие врачи забывают. Вот слава богу, у нормальной терапевты делают на это большой акцент. Но вот врачи так называемой классической школы об этом совершенно забывают. И мы живем в тех условиях, где работают законы физики. Соответственно наш организм тоже подчиняется этим же условиям. Плюс, так как мы люди прямоходящие, у нас есть такое понятие как центр тяжести. Есть такое понятие как баланс туловища. И вот природе приходится выполнять сложнейшую работу для того, чтобы нас удержать в состоянии прямохождения. Вот, причем, давайте так говорить, что у позвоночного столба есть управляющий, ну как орган управляющий, это спинной мозг. А вот сами тела позвонков, мышцы, связки, это уже все-таки орган подчиненный. Хотим мы или не хотим, но все равно такая иерархия, она существует. Вот здесь как раз показано, что происходит при идиопатическом сколиозе. Почему-то начинают активизироваться ростковые зоны. Ведь природа не просто так придумала нам физиологические изгибы. Для чего они нужны? При этих изгибах получается, что всегда по прямому и всегда нагрузка проходит через центр тела позвонка. Еще, то есть в назначении целый ряд, здесь не будем все обсуждать. Это и наша амортизационная, то есть, ну, вы тут прекрасно знаете и физиологию, и биомеханику. Вот, и еще одно назначение, особенно нашего физиологического кифоза, то, что он является резервной возможностью организма. Вот как раз на данной стадии и показана эта картина, что ростковые зоны активизируются. И сначала природа, чтобы защитить вот эти изменения, вот эти нарушения, которые идут. А причины их, либо, опять же, это центральные, то есть, та же родовая травма. Либо это спинальные, тоже причины, либо родовая травма, либо диспластические какие-то, милы, потери. Но нарушения целая куча. Мы об этом в конце поговорим. Вот как раз задача доктора и постараться выяснить те нарушения и подобрать лечение, чтобы попытаться воздействовать на первую причину. Как правило, вот данный этап, он не просто называется доклиническим этапом. Он многими врачами абсолютно пропускается и не виден. Хотя, если посмотреть еще классическую классификацию штофеля, классификацию осанок штофеля, которая была ему опубликована в 1911 году, там выделены осанки. Есть плоская спина, круглая, плоско-вогнутая, плоско-выпуклая. То есть, плоская спина уже тогда, еще больше 100 лет назад, она относилась к ненормальной спине. А очень многие родители приходят в годы в 4-5 и говорят, вот, посмотрите, у моего ребенка спинка как тростинка. Не есть это уже дело хорошо. И врачи, наоборот, радуются и говорят, да, да, отличная спина. Следующий этап. Резервная возможность, она использована. Что должны мы будем делать дальше? Мы должны были бы переразогнуться. Вот, я сейчас покажу после этих слайдов еще математическую модель, которую совместно сделали питерские доктора с физиками. Но, мы-то люди прямоходящие, и природа нас пытается удержать в данном состоянии. И вот здесь она вынуждена включать следующий защитный механизм. Вспоминайте анатомию позвоночника. У нас суставы межпозвонковые. И вот связочный аппарат этих суставов позволяет на 2-3 градуса ротироваться одному позвонку относительно другого. Базовая идет вся нагрузка. У нас идет на поясничный отдел позвоночника. И вот, чтобы мы не переразогнулись, природа начинает скручивать наше туловище. То, о чем говорил Армин Николаевна, и то, о чем Алексей Егорыш задавал вопросы по поводу походки. Вот жалоба основная, будут в 4-5, когда приходят пациенты к доктору и говорят, доктор, а почему у нас ребенок вот так ходит? Потому что просто так ходит. Не из-за того, что это как раз проявление той диспластичности. То есть, это защитная реакция организма. Это говорит о том, что таз скручен. Армин Николаевна, кстати, вот показала снимки, и она четко показала, что с одной стороны угол шеечной диагнозами, там, 150 градусов, с другой 160 градусов. О чем это говорит? Это как раз и говорит о ротации. То, что одна часть таза, она развернута. Вот это следующий этап. Опять, как правило, он врачами проходит для врачей, незамеченный. Это приспособительная реакция организма. То есть, организм пытается как-то защитить. Вот исходя из этого и метода лечения. Но мы это пропускаем. Да, мы пытаемся заставлять, то есть, мы применяем к больному насилия. Мы пытаемся конечный этап, то есть, ноги заставить и запустить рефлекторную дугу, чтобы она назад что-то вернулась. Но при этом неврологи, как правило, на это внимание не обращают. Они не ищут причину, они не используют никакого лечения. Следующая беда. То есть, все дальше накапливается. Использованы этот резервные возможности организма. Плюс, что еще получается? Ведь сначала скрутился таз, потом начинает скручиваться все тумыще. Но мы тут в таком состоянии ходить не можем. Потому что мало того, что мы люди прямоходящие, мы еще и люди вперед смотрящие. И у нас в головном мозге существует система датчиков положения тела в пространстве. Это наш вестибулярный аппарат. Соответственно, команда отсюда пришла. Туловище вернулось назад. Но дальше, вот они, те дуги появляются. То есть, это первые симптомы, здесь как раз и написано, клинический этап. Это те первые симптомы, когда врачи начинают обращать внимание. То есть, когда уже появился мышечный валик. Это уже когда появилась скручивание. Когда появилась ротация позвоночника. И как правило, ведь основное мы смотрим, уже когда эта ротация нам клинически видна в грудном отделе. То есть, когда на самом деле уже сработала противодуга. Потому что поясничная дуга, учитывая опять мышечный массив, она проходит клинически. Опять же, не мой. Врачи на нее внимание не обращают. Первые признаки, это либо перекос таза, либо вот скручивание. Причем, перекос таза, ведь он далеко не всегда обусловлен разницей в длине конечности. Хотя диспластических изменений много, и разницы в длине конечности очень много. И очень многие доктора пытаются корректировать. При этом еще ставя диагноз разницу в длине конечности. Они еще очень часто подкладывают подпяточники под ногу. Корректируют, то есть выравнивая таз. И представьте, что мы же с вами еще и делаем. То есть, мало того, что уже позвоночник функционирует не в комфортных условиях. Мы еще этот дискомфорт ему добавляем. Потому что мы вроде как ротацию, даже мы не ротацию, мы асимметрию крыльев таза выровняли. Но ротация-то при этом усиливается, потому что ведь природа вынуждена держать позвоночник. А мало того, что она перекосила, здесь опять создали условия. Соответственно, мы еще дальше перекрашиваем все это дело. Но это уже более грубые стадии. Сейчас я покажу вам математическую модель, а дальше про длижу. Здесь вот показано человеку, показываем наш спин. Вот показан позвоночный столб. Что он состарит, как раз и сейчас будет спинной мозг, и плюс он желтым. Это спинной мозг, то есть управляющий. И подчиненные части, это сами тела позвонков и мышечно-сверночный аппарат. А вот то, о чем мы говорили. Что пошел процесс дисбаланса между директивными системами и нервной обменной. Включились ростковые зоны, начали работать активно. Резервная возможность организму, она полностью, все, мы должны бы упасть, переразогнуться. Но мы люди прямоходящие, природа для чего-то нас сделала. И она пытается удержать. Почему у животных нету сколиоза? Процессы у них внутренние текут точно так же. Но опора у них происходит на четырех ногах. Процесс тот же пошел патологически. То есть ростковые зоны заработали. Усилился физиологический изгиб. Ни жить, ни функционировать, он абсолютно не мешает животному. А вот у нас природа вынуждена нас приспосабливать. И сейчас эта картина будет дальше. Вот то, о чем я вам говорил. Пошло скручивание туловища. Первый базовый поясничный отдел идет. То есть сначала колдальные работы, цвездочные. Вот тот перекос, о котором мы говорили. И децентрализация. Мышцы вынуждены напрягаться, расслабляться. Туловище перекосилось. И вот походка. Здесь, правда, это более грубо подумал. Вот они приходят. Ноги, установка их. Но туловище вернулось, потому что мы не можем ходить развернуто. Соответственно, вентральная часть включается. И туловище возвращается. То есть уже пошла противодолго, противоротация. А дальше, когда внутренний дисбаланс продолжается. То есть те нарушения со стороны нервной системы, как раз нелеченые, некорректированные. Что делает природа? То есть получается, как мы берем пружину, и вокруг задержанного, более короткой части, начинает скручивать уже дальше позвоночник. То есть все зависит от тех нарушений, которые происходят в нашем организме. А позвоночник, он уже вынужден приспосабливаться для того, чтобы функционировать. На какой стадии остановится, почему и не было раньше. Какой-то стройной теории не могли предсказать, когда остановится, когда, ждать, что ожидать. Потому что не смотрели на первую причину. Вот, что получается дальше. Сила, опять же, она идет по прямой. Вот. И есть закон. Закон Гютера Фолькмана, который в 19 веке был сформулирован немецкими ортопедами. На самом деле, этот закон базируется на всем нам хорошо известном законе, единица массы на площадь опоры. Он звучит. Ростковые зоны, которые перегружены по внутренней поверхности, они замедляют свой рост. Ростковые зоны, которые свободнее, они начинают расти сильнее. Потому что очень часто задают вопросы, люди не совсем понимают, что такое ротация, а что такое торсия. Вот, когда позвоночник просто скручен, но не меняется его форма тела, это ротация позвоночника. А вот, когда идет перестройка ростковых зон, и тело начинает, с позвонка приобретать кленовидную форму, это уже называется торсией. Причем, кто работал с детской травматологией, ему все это прекрасно известно. Есть такие понятия, как допустимые смещения. То есть, когда кости сломаны, потом делаются репозиции, оставляются небольшие деформации. С ростом, причем за довольно-таки быстрый срок, когда за полгода, когда за год, эти деформации, как правило, сами по себе перестраиваются. То есть, нагрузка идет по основной оси кости. И идет перестройка кости, она принимает формулу, которую она должна принимать. И вот, здесь как раз показан опять закон Питрофольмана, как развиваются изменения в позвонках. И вот на этом этапе получается как бы два сценария. Это опять же эти сценарии зависят от того, какие у нас изменения идут в директивных системах. То есть, вот те три, спинальные, центральные и богормональные. Первый сценарий, это классический сценарий развития сколиоза. Когда позвоночник крутится вокруг короткого спинного мозга, идет классический сколиоз с формированием горба. А второй сценарий, ведь мы же живем в трех плоскостях. Вот. И тот же закон, он действует и на передний отдел. Плюс мы берем опять дисплазии, то есть врожденные изменения, которые есть. Потому что вот эта вот работа была в Харьковском институте ортопедии и травматологии в 80-е годы проведена. Они изучали причины остеохондроза и развитие. Почему это шло? Причем остеохондрозы, это уже доказано, это врожденное наследственное заболевание, которое больше идет по мужской линии. И если кто помнит, в 2005 году на базе нашей больницы проводили выездной курс повышения квалификации. Профессор Юхнова Михайловна, это Тюменский мединститут, единственная заведующая кафедра детской вертоброневрологии. Больше в России таких кафедр нет. Она в свое время при выполнении докторской диссертации, более 2000 вскрытий новорожденных, умерших по различным причинам. И изучала у них состояние спинного мозга и позвоночника. Потому что Рахер изучал кровоток головного мозга в вилизе в круг. А вот она изучала как раз, что творится с позвоночником, со спинным мозгом. То есть здесь тоже не поспоришь, с морфологией уже спорить никто не может. Вот она показывала нам препараты Гришморли в воворожденных. То есть это лишний раз подтверждает, что это врожденное наследственное заболевание. И вот получаются два сценария. Либо действительно передний отдел, тогда идет сценарий по классическому развитию. Почему-то это чаще у девчонок. Связывают это больше все-таки с обменными, с нарушениями гормональными. Потому что при становлении месячных гормональная система у них страдает гораздо больше. У мужчин такого нет. А вот у мужчин наоборот процесс течет, когда задний отдел, то есть спинной мозг, он опережает рост переднего отдела. И тот же закон Гютера Фолькмана, он работает только на ростковые зоны в переднем отделе. Вот распределение сил, которое должно быть в норме. И соответственно вот здесь показано, как силы прикладываются в норме на позвоночник. А здесь при диспластических изменениях. И дальше что происходит? Это в норме распределение. А вот то, что происходит уже при дисплазии. Идет формирование кленовидности, но в переднем отделе. И в конечном итоге мы получаем классический Шерман-Мон. Вот это два сценария. То есть я возвращаюсь к той фразе, которая была написана, что монохормность при различной причине. Причину мы действительно до конца не понимаем. Как бы мы выделили группы, но все равно это слишком большие группы. Они не конкретные. Но сценарий развития. А сценарий один, это приспособиться. Позвоночник пытается приспособить и удержать нас в состоянии прямохождения. То есть наш сколиоз и остеохондроз, это наша расплата за прямохождение. А вот здесь как раз показаны все эти этапы, о которых я говорил. То есть соответственно и выделены они просто, если внизу вы видите подписи, там подписано, где профилактическое, где патогенетическое, а где уже противостояние. Вот профилактическое лечение, это первый столбик. Это как раз на доклиническом этапе. И по-хорошему этим должны заниматься неврологи. Потому что это те минимальные мозговые дисфункции и так далее, перитонатальная энцефалопатия и вот все вот это, ну целая куча патологий, которые дают нам первичные нарушения. Вот они вызывают сначала функциональные нарушения, как бы небольшие. Причем если вовремя лечить это функциональные нарушения, вот здесь активно должна применяться иммунальная медицина. То мы получим остановку процесса и он не пойдет дальше. Это и есть профилактика. Следующий этап и следующий столбик, когда уже мы клинически видим проявление, это патогенетическое лечение. То есть здесь мы конкретно обследуем, смотрим, выявляем слабые места и совместно уже начинаем лечить. И коррекция слабых мест, и активная лечебная физкультура, и мануальная медицина. То есть все в комплексе, и физиотерапия, то есть все идет в комплексе. А вот последний столбик, когда мы видим уже деформации грубые, это и есть противостояние. Потому что и консетное лечение, и хирургическое лечение, это уже активное противостояние другому процессу. Почему это происходит? До 20 градусов деформация, фронтальная дуга, природа еще может сама удержать баланс туловища. Вот если все нарушения со стороны директивных систем закончились, когда деформация позвоночника не достигла 20 градусов, значит мы перекрестились, дальше деформация не усиливалась. Но если это, допустим, 12-13 лет, когда еще идет ток остановления, то есть пубертат в активе, соответственно нарушения все идут, то после 20 градусов силы уже начинают тянуть сами себя. И процесс деформации, он непредсказуем, никто не знает, в какой стадии он остановится. То есть пока будут у нас первичные нарушения, позвоночник будет приспосабливаться, чтобы удержать нас со старением прямохождения. Ну вот, исходя из этого, я как бы повторяю этот слайд, когда что делать, то есть на какой стадии о чем говорить и когда какие мероприятия уже проводить. Ну а здесь требования к методам лечения, что они должны быть рационально обоснованы, сущность назначения, показания противопоказания, варианты применения, реальная эффективность, степень риска и необходимость организационно-методического и материального обеспечения. То, о чем мы с вами говорим, что как можно лечить заболевание, если мы не совсем представляем, что это такое, когда нет единого взгляда, все это разорвано. То есть страшно посылать этого больного на какой-то другой этап. Ты отправляешь его к голову доктора, он тебе говорит, да ладно, все это ерунда, да брось ты, не занимайся. Либо неврологи говорят, ортопед совсем уже спринято, зачем он там? Назначают исследование нервной системы, либо эндокринологи, как когда-то мне заявляли. Вообще ортопеды какое право имеют смотреть гормоны? Это наша эндокринологическая епархия, и ортопеды сюда лезть не должны. Вот и получается, что в конечном итоге, как бы мы делим наши приоритеты, а больным, получается, никому не нужен. И исходя из этого и по методам лечения, соответственно, какие методы являются? Ведь основные методы, приведенные здесь, лечебная физкультура, массаж, плавание. Это как бы основные методы, которые применялись все время. А патогенетическое лечение, что является патогенетическим, а что является дополнительным методом? Вот к великому сожалению, массаж и лечебная физкультура, я не хочу их обижать, они нужны и очень нужны. Но это все-таки методы фоновые. А вот патогенетическими методами являются коррекция уровня гормонов, коррекция нарушений функций спинного и головного мозга, коррекция вегетативной нервной системы, воздействие на ростковые зоны и так далее. И корсетное лечение, когда уже деформация стала группой, она тоже является патогенетическим методом. Потому что что такое корсет? Это рычаг. Что он делает? Он не дает позвоночнику расти в более слабое место, а толкает его туда, куда он должен. И деротацию при этом делает. И почему пациенты, которые поносили корсет и уже получили определенный результат, сняв корсет, они его опять одевают назад туловище в балансе, они не хотят уже в патологическое состояние возвращаться. Ну, исходя из этого, здесь как бы уже таблица методов, то есть какие являются ведущие и какие методы уже являются второстепенные. Хотя это деление, оно весьма условное. Нельзя делить методы на ведущие и второстепенные. И самое страшное, что недостаток информации. То есть мы опять сейчас вваливаемся в средневековье, у нас идет недостаток информации. Вот. Ну, это та схема, которая применялась в свое время и в больнице у нас в областной детской номер 2. А сейчас, где я работаю в парусе надежды, мы тоже стараемся применять данную схему. И основная цель системы профилактики раннего выявления и лечения сколиотической болезни – это уменьшить число больных, требующих хирургического лечения. И исключить появление закупчивого сколиоза. Благодарю за внимание. Продолжение следует...